Многие не любят зиму, а зря. Потому что только зимой можно без особых затруднений покататься на лыжах и сноуборде. Горнолыжный комплекс «Красная горка» – один из самых популярных в Подольске. В выходные и праздничные дни здесь настоящий аншлаг. Первый склон для продвинутых, которые мы в тренировке проводим. Второй склон более пологий для начинающих, в том числе продвинутых. Детский учебный склон совмещается с большим 380 метров длиной. Недавно здесь оборудовали склон для катания на надувных тюбингах. Ой, клево! На чем докатаешься? Расскажи мне сначала, да. На вот дедушке. Нравится тебе? Да. Настоящий рай для любителей активного отдыха. Последние, наверное, несколько лет здесь только к лучшему происходят изменения. То есть построили несколько подъемников, облагораживают склоны, пушку поставили. И поэтому здесь очень приятно кататься и очень приятно приезжать сюда. Мы сюда только выезжаем для того, чтобы прокатить ребенка. Кто-то ты катался, расскажи. Хорошо. А где тебе больше понравилось, на детском или на большом склоне? На детском. Особое внимание в горнолыжном комплексе уделяется детскому спортивному совершенствованию. Уже третий год здесь работает горнолыжная школа для ребят от пяти лет. Во-первых, это удовольствие. Во-вторых, здоровье. Постоянно. И он улыбающийся лиц. Основная стойка горнолыжника. Руки впереди. Палки смотрят назад. Колени согнуты. Голеностоп согнуты. Лыжи стоят параллельно. Воспитанники горнолыжной школы участвуют в соревнованиях. И, между прочим, занимают неплохие места. Настя начала кататься с четырех лет. И сейчас стоит на лыжах даже лучше, чем некоторые взрослые. Впервые на лыжи я встала с одним тренером. Его зовут Сашей. Мы покатались на этой маленькой горке всего лишь три раза. И я потом стала кататься уже с большой горки. Как ты думаешь, у меня получится кататься сразу на большой горке? Сначала можно пять или десять раз покататься на маленькой, а потом можно уже начинать с большой горки. В этом году проходит набор в детскую сноубордическую школу. В секцию принимаются ребята в возрасте от шести до четырнадцати лет. Для новичков постарше предлагают услуги инструктора. Нам надо давить на пятачки. При этом вес села у вас находится четко посередине. Все управление доской будет корпусом. Голова, корпус, колени. Для того, чтобы удержаться, нам надо надавить на задний кант. Правильно? Для этого попу мы не отключим, подобраем. Для этого мы немножко подаем корпусом назад. При этом регулируя наклон доски коленями. Соответственно, что мы видим? Как только мы чуть-чуть приспускаем носочки, доска начинает соприкасаться с плоскостью, и ты начинаешь коситься. Вот здесь надо найти золотую середину. Цены в горнолыжном комплексе «Красная горка» можно назвать умеренными. Хорошо, конечно, тем, у кого есть собственное снаряжение. Им придется платить только за время. Кстати, есть скидка 50% для пенсионеров и детей от 7 до 14 лет. Самые маленькие могут кататься бесплатно, но только под присмотром родителей. Коротко о ценах на экипировку. Аренда горнолыжного или сноубордического комплекта обойдется в 500 рублей за час. Дальше – больше. Подробности смотрите на сайте подольсксноу.ру. Все инструкции, которые можно было, я уже прослушала. Вот. Теперь буду свою понятливость в действии применять. Удачи мне! Ой! Я, как начинающий горнолыжник, могу только посоветовать одеваться теплее и следить за равновесием. Удачи всем любителям зимних видов спорта. Проводите свое свободное время с пользой. Ну, очень классно. Очень много эмоций. Все положительные. Удачи! 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 Продолжение следует...